Здравствуйте! Приятно познакомиться. С вашего позволения, я задам вам несколько вопросов. Считаете ли вы, что гроза – это гнев Зевса, который набрушивает на головы людей? Или, может быть, вы согласились бы лечиться методом кровопускания? Этот метод был очень популярен в медицине лет двести назад. Возможно, вы верите в то, что однажды вы откроете свой зонтик от дождя и, как Мэри Поппинс, полетите? Нет? Конечно! Я верю! Вы ответили – нет, нет, нет! И в этом нет ничего удивительного. Ведь от взрослых людей мы ожидаем здравого отношения к физическому миру, в котором мы живем. Но вот что удивительно – подавляющее большинство руководителей ведет себя вопиюще наивно. Мы, руководители, верим в то, что принцип или подход управленческий – нута и пряника – непоколебим. И при этом, что удивительно – мы возмущаемся тем, что сотрудники плохо относятся к своей работе, спустя рукава. Не хотят брать ответственность, не хотят работать, не хотят взаимодействовать, не проявляют творческий подход, не борются за результат. Парадокс заключается в том, что мы с упоением повторяем мантру о том, что мир так быстро меняется, и при этом мы продолжаем верить в методы управления из средневековья, к которым относится ранее упомянутый мной метод «кнута и пряника». Такое ощущение, что мы выбираем повозку вместо того, чтобы летать на самолете. Возникает вопрос – а есть ли что-нибудь в современном менеджменте, соответствующее происходящим изменениям и ожидаемому результату от работы в командах, в организациях, в компаниях, на заводах, в салонах, в отелях? И я отвечу – да, друзья, есть. В последние годы в таких науках, как психология, нейробиология, эндокринология, совершенно много открытий, на основании которых мы лучше можем понять логику поведения человека. И благодаря этим знаниям можем разработать управленческие модели и управленческие подходы, которые приведут нас к желаемому результату и снизят эмоциональную нагрузку. В своей книге я препарирую власть, раскладываю ее на мелкие части для того, чтобы вы, мой дорогой читатель, могли лучше понять, как управлять своими коллективами, в разы повысить коэффициент полезного действия в вашей компании и снизить эмоциональное напряжение, которое является сопутствующим вечным спутником профессии руководителя. Новые методы есть. Правильно было бы назвать мою книгу «Позитивное управление», но, к сожалению, если бы я ее назвал так, ее бы не прочли те руководители, которым обязательно ее нужно прочесть для того, чтобы не превращать свою жизнь и жизнь своих сотрудников в ад. Сложно не превращать свою жизнь в ад тогда, когда ты пользуешься кнутом и пряником и очень похож на дрессировщика в цирке, который точно не должен подставить свою спину хищным животным, чтобы избежать опасности. Сильная власть — это не та власть, которая стоит на подкупе или запугивании. Сильная власть стоит на... А об этом... На чем стоит сильная власть, вы узнаете из книги «Секрет власти. Принципы позитивного управления». Я надеюсь, вы найдете ее весьма интересной и полезной для своей работы. До встречи на страницах книги, друзья! Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok